Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Сегодня у нас, скажем так, депутатская программа, потому что в гостях у нас депутация. Это депутатов городского круга Люберцы, председатель Люберецкого отделения Союза Женщин России Елена Анатольевна Верховых. Здравствуйте, Елена Анатольевна. Добрый день. Мы с весны с вами, как говорят, в таких случаях не встречались. Было у нас весеннее интервью, а много, как говорится, воды утекло. И сейчас мы опять находимся в преддверии сразу двух праздников 23 февраля, 8 марта, а там уже недалеко и до 1 мая. Но, конечно же, сегодня мы поговорим и о депутатской деятельности. Я знаю о том, что вы просто невероятный мотор в нашем женском сообществе, потому что столько всего здесь происходит. И от серьезных вещей, о которых мы сейчас будем говорить, до, кажется, вроде бы менее серьезных, конкурс «Супербабушка». Но, тем не менее, это тоже важно и серьезно в социализации и вообще для, скажем так, семейного какого-то направления, что тоже сегодня в качестве запроса в обществе. Давайте сначала такой вопрос. Все ли успеваете? Как вот вам депутатская жизнь? Это же 24 на 7. Ну, да, на самом деле это 24 на 7. И как бы избиратели... У нас есть день приема. Давайте напомним сразу. Да, да. И где? Да, то есть первый понедельник – это жили на 1 дом 63 месяц, первый понедельник месяца. Второй понедельник месяца – это стадион «Урожай», птицефабрика. И четвертый понедельник месяца – это «Гоголя-19». Вот, всех приглашаю, жду на приемы. И, конечно, когда жители приходят, работа складывается, как пришел житель на прием, уже есть с какой-то проблемой, с каким-то вопросом. Потому что иногда вот так вот не получается, что по волшебной палочке... А и решили. Да, решили. Естественно, это такая кропотливая работа. То есть это написание депутатских запросов, это переписка. Иногда бывает... Я вот даже хочу поблагодарить. Вот у нас уже пошел второй год работы депутата, и я очень благодарна замам нашего главы, потому что они, на самом деле, достаточно какие-то вопросы... Очень оперативно это решается, и я им это тоже благодарна, потому что нету, когда, знаете, на решение какого-то вопроса, ну, так, в течение месяца мы должны обязательно отработать. То есть это может быть либо отрицательно, либо положительно, но это должно быть все-таки результат какой-то. Вот. А иногда это бывает буквально прям моментально. Ну, я так понимаю, что депутатский корпус, вы говорите, да, второй год сработался. То есть сейчас идет такая нормальная, кропотливая работа, тем более, что вызовов много. Естественно, мы сегодня поговорим о наших традиционных проблемах, наверняка приходят и с вопросами по ЖКХ, какие-то ремонтные вещи, благоустройство домовых территорий, потом вы же прудами там занимаетесь, чистка всего. Во второй части обязательно мы этого коснемся, и, как я обещал, еще и вот этой, пусть меня феминистки простят, да, женского направления, потому что очень важно и очень приятно, что сегодня женщины в городском округе Люберцы, в Московской области очень активно участвуют во всем. Ну, и потом, все то, что делают депутаты, мы же не забываем, что у нас депутаты не просто на зарплате, есть же основная работа. Да, есть основная работа. И как вы все успеваете, это одному, наверное, Богу известно. Ну, я с вами согласна, одному Богу известно, поэтому так стараемся, чтобы все успевать. Но сами понимаете, что иногда что-то ты упустишь, и это тоже есть. Ну, помощники напомнят. Да, помощники, у меня на самом деле очень хорошая команда, которая помогает. И я хотела бы, да, вот, то, что у нас хороший такой сплоченный совет депутатов, и то есть по результатам 2023 года фракция наша, она заняла первое место, то есть мы как бы лучшие в области. Вот такой. Да, и это именно показатель командной работы. Ну, и давайте теперь переходить уже к конкретным вопросам. Что сейчас самое главное для вас, как для депутата? Я знаю, что вы активно принимаете участие в самых важных вопросах, которые сегодня, что называется, во главу угла поставлены. Чем вы занимаетесь? Ну, у нас, смотрите, у нас несколько направлений, и так как я все-таки член партии «Единая Россия», и как бы мы работаем и над партийными проектами, то есть за мной было закреплено это женское движение партии «Единая Россия», я курирую партпроект предпринимательства, так как я возглавляю комиссию по предпринимательству малому и среднему бизнесу. Вот, и у нас, ну, так как год 2024, это год семьи, и, соответственно, такие проекты, как «Крепкая семья», то есть это рационально. То есть к вам еще прилетел год семьи, в хорошем смысле будет много событий, мероприятий. Ну, вот мы женщины, да, я считаю, что это очень хорошее такое, то есть мы благодарны нашему президенту Владимиру Владимировичу, что 2024 год объявлен годом семьи. Ну, а что занимается сегодня ваша депутатская, скажем так, фракция, и что во главу угла поставлено, с чем вы к нам пришли? Ну, во главу угла самое главное – это обращение граждан, что если житель обратился, то вопрос должен быть решен. То есть самое главное – это оперативность. Поэтому, ну, то есть у нас для этого вот сейчас как раз проходит у нас такой месячник отчетов, да, то есть не просто мы работаем, принимаем, но мы еще должны перед своими избирателями отчитаться, что мы сделали за 2023 год. То есть, естественно, как бы все равно… Выступления какие-то? Ну, мы встречаемся с трудовыми коллективами, приглашаем жителей активных, с какими-то сообществами. Потому что в городском округе у нас больше 30 общественных организаций, и в эти общественные организации всегда входят такие люди с активной жизненной позиции. И, соответственно, иногда так, ну, люди, которые приходят на прием, они же не все делятся с соседями, что вот был на приеме депутата, вот вопрос решился, а мы, по идее, должны с ними встретиться и рассказать. Потому что есть, конечно, вот так как я депутат в 6-м избирательному округу, и у нас, особенно в микроэнпетитфабрике, сейчас идет такая большая реконструкция… Реконструкция, извините. Не реконструкция, это как это сейчас… Реновация. Да, вот сносится старое жилье, да, выдается новое. Вот, естественно, очень много вопросов, как и соблюдение прав, потому что эти вопросы тоже возникают. И мы, естественно, как депутаты включаемся, пишем депутатский запрос, приглашаем курирующих замов, естественно, все-таки, чтобы именно была ситуация на стороне жителей. Под контролем, то есть депутаты контролируют ситуацию, чтобы не было вот этого социально незащищенных моментов. Ну да, незащищенности, несправедливости. И, естественно, вопросов у нас много, это и по качеству уборки, потому что зима, видите, какая достаточно сложная. Все есть в эту зиму. И тепло, и холодно. Да, и лед, и… И дождь. Вот, и в том, что качество уборки вроде как тротуар почищен, но гололед и идти невозможно. Естественно, жители… Естественно, кто? Жители говорят, ага, где там наши депутаты, где наша администрация? Да, почему ее песочком не посыпали? Я, конечно, иногда… Я про себя так думаю. Ну, уже все проконтролировать невозможно, но есть сигналы, жители скидывают фотографии, потому что есть такие моменты, как особенно это пешеходные переходы, да, дорога к школе, дорога к поликлинике, когда, ну, просто вроде, ну, сплошной гололед. И просто не дойдет человек, сломает ногу. Да, не дойдет. И это… А депутаты реагируют на это? Вот все депутаты понимают, прошел снег, все, у нас гололед в городе. Как-то идет быстро по цепочке? Надо что-то делать. Песок нужен. Ну, как бы, депутаты… У нас есть курирующие службы, и, естественно, опять же, курирующие службы… У них есть какой-то график, да, чистки дорог, посыпания дорог, но есть, когда вот очень много жалоб, конечно, мы обращаемся… Обращайтесь, испаня. Да, чтобы это все-таки, как бы, включились и будет… Какие-то дополнительные могут быть ресурсы. …поактивнее, побыстрее… Хорошо. Да, потщательнее. Совсем скоро будет отмечаться 23 февраля, День защитника Отечества. Мы понимаем, что сейчас это особый такой день. Вот. Я знаю, что городском округе Люберцы к нему готовятся, как к любым событиям. Работа идет. Ну, а после 23 февраля, 8 марта и так далее, это женский вопрос. Ну, начнем с Дня защитника Отечества. Что сейчас делается вами? Потому что наверняка к вам приходят и жены тех, кто сейчас… Ну, у нас за каждым депутатом закреплено определенное количество семей, которые мы шефствуем. То есть мы подшефные. Вот. Соответственно, ну, супруги, да, обращаются… Семьи мобилизованные. Да, семьи мобилизованные. То есть, ну, вопросы, они могут по-разному обращаться. С вопросом, естественно, мы включаемся и помогаем. И даже есть какие-то такие моменты, которые, ну, как бы, очень сложно. То есть есть, ну, как бы, достучаться. И я вот благодарна нашим старшим коллегам, это депутатам ОСБОЛ Думы и депутатам Государственной Думы, что мы как бы, чтобы ускорить, чтобы именно помощь была более… То есть цепочка работает. Да, очень… вот. И как бы, чтобы это ускорено и побыстрее был результат. И, конечно, да, то есть мы с защитников Отечества, мы готовимся, да. Сейчас в городском округе у нас проходит такая акция «Посылка солдату». Каждый желающий может собрать, да, эту посылку, написать письмо, нарисовать рисунок, вложить какие-то там, ну, пусть там шоколадки, печенье, какие-то вкусняшки. Вот. Запечатать и принести это приёмной партии «Единая Россия». Приносят? Приносят. Вот. Очень благодарна школам, так. То есть дети подключились, вот, это так трогательно они собирают, заворачивают, пишут. Поэтому, на самом деле, и потом к 23 февраля мы передадим это военнослужащим. Я так понимаю, что гуманитарными вопросами сайт депутатов, и вы, в частности, очень активно занимаетесь, да? Ну, смотрите, у нас, по идее, вот, ну, все депутаты, опять же, у каждого такой, ну, своя такая зона ответственности. Каждый выбрал определённое направление, да, направление, поэтому, чтобы все вот наши ребята, которые ушли, да, кто сейчас выполняет свой долг перед Родиной, то есть они почувствовали эту заботу. Да, поэтому, как бы, я считаю, что вот и опять же вернусь в то, что наш такой дружный коллектив Совета Депутатов, то есть он поэтому по всем направлениям достаточно оперативно работает. Ну, я так понимаю, всё-таки уже прошло какое-то время, всё уже поставлено на определённые рельсы, то есть нету каких-то чиновничьих, да, препонов, я имею в виду, на всех уровнях, и вопросы решаются быстро, потому что понятно, что и женщины, и дети мобилизованных, ну, были в таких понятных сложных условиях, сейчас, по крайней мере, они понимают, что их услышат, прореагируют на какие-то просьбы, и решение будет принято. И тут, конечно, наверное, важно, что у вас, как в депутате, совмещено и женское начало, да, и вот, кстати, предпринимательское начало, потому что предприниматели тоже активно в этом принимают участие. Ну, вот смотрите, вот сейчас в городском округе есть филиал фонда защитника Отечества, то есть у нас как бы работа идёт по вот всем направлениям, есть филиал фонда защитника Отечества, есть комитет семей воинов Отечества, есть депутатский корпус, да, есть очень много общественных организаций, которые, соответственно, да, все обращаются к предпринимателям, потому что, я говорю, когда формируется вот эта гуманитарная помощь, естественно, либо мы там сами скидываемся, покупаем, либо очень многие предприятия, именно они оказывают эту помощь. Конкретно. Да, конкретно, это очень достойно, и поэтому я считаю, что у нас, вот за свой городской округ, вот у нас они... Не стыдно. Не стыдно, не стыдно. То есть все знают, что Люберцы, это не только город спорта, да, то есть территория спорта, но это город, который всегда придёт на помощь. То есть город социального, правильного социального подхода. Да, да. Сделаем небольшую паузу, напомню, что у нас в гостях Елена Анатольевна Верховых, депутат, это депутата городского округа Люберцы. А во второй части продолжим, потому что много у нас ещё и по направлению работы нашей гости, как председателя Берецкого отделения Союза Женщин России. Так что ждём продолжения. Напомню, что это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко и Елена Верховых, депутат сета депутатов городского округа Люберцы. Здесь у нас в гостях председатель Люберецкого отделения Союза Женщин России. Прежде чем мы перейдём уже к сугубо женским, уж простите за такое, вопросам. Всё-таки на сегодняшний день к депутату больше доверия. Вот к вам же обращается... Ну, понятно, что есть люди, которые чётко знают, да, и довольно часто обращаются по разным вопросам. Но есть ощущение, что новые люди стали приходить, что идёт какое-то общение в социальных сетях, то есть у вас есть какая-то информация о вашем округе, там где-то что-то случилось и решили, и так далее. Вот расширяется это понимание, что есть депутат, к которому можно обратиться? Ну, есть, конечно, мне вот... Я просто к тому, что так как я веду приём в разных точках... Что тоже удобно. Да, очень удобно. И мне на самом деле приятно то, что доверие, так как вот в Жилино, ко мне уже приходят уличкомы. И иногда ещё больше вот нам с помощником, с моим, это Натальей Петровной, безумно приятно, что когда вопрос решается, они уже заходят просто обсудить какие-то, ну, другие вопросы. Но более как бы даже приходят посоветоваться, как лучше поступить. И мы чувствуем это доверие. Вот то есть как бы это очень приятно. Микро-районная птицфабрика там своя. То есть люди приходят, они... То есть это не одни и те же, они... Да, приходит очень много новых, потому что всё-таки... Сложности же возникают, жизнь, она ставит свои вопросы. И понятно, что то, что вы говорили, да, цепочка есть депутата разных уровней. И если, например, вы не можете решить, напомню нашим телезрителям, потому что и денег-то нет у депутата, да, который может... Но можно направить человека куда-то, помочь ему, или поставить вопрос перед вышестоящими. Конечно, да. Вот я хочу сказать, да, вот иногда ты, когда в ступоре, и ты обращаешься к старшим коллегам, которые всегда поддержат, помогут... Не отмахнуться. Не отмахнуться. Значит, мы можем сделать такой вывод, что всё-таки был период, наверное... Ну, разные бывают периоды, когда к депутатам относятся... Ну, сразу пытаются идти... Если идти к депутату, то к старшему, да? Вот. А сегодня мы понимаем, что всё-таки... И вот общаясь с главой, и с главой депутатского корпуса, мы понимаем, что всё-таки работы много, и идёт совместное, да? Конечно. А с администрацией хорошее сотрудничество? Ну, я хочу сказать, то ли результат, когда есть командная работа, когда ты работаешь в команде и с администрацией, то есть и с советом депутатов, и с активными жителями, то тогда обязательно есть положительный результат. Ну, давайте перейдём теперь на любимую тему. Мы уже говорили о том, что 23 февраля, а за ним незамедлительно приходит 8 марта, вот, представители Берецкого деления Союза Женщин России, мне кажется, что в силу известных событий это сегодня усиливает, да? И женщина на сегодняшний день, как мы видим, всё больше, слава богу, приобретает, да? Такое... Хотя у нас равноправие давно объявлено, раньше, чем в некоторых демократических других странах, но тем не менее, я знаю, что вы, Елена Анатольевна, на ниве женского вопроса столько всего делаете, это и предприниматели женщины, это и Союз Женщин России, и, конечно же, мероприятия, год семи, то, о чём мы говорили, и конкурс «Супербабушка». Кстати, будет он в этом году? Да. Какие вообще будут события? Рассказывайте. Ну, вот конкурс «Супербабушка» будет, и, конечно, у нас одна такая большая мечта всё-таки сделать его «Айда бабушка, айда дедушка», чтобы всё-таки... Но как бы вот наш... Семейную версию сделать. Да, семейный, да, год семьи, но мы прекрасно понимаем, что бабушек... Потому что в 2023 году, в юбилейном нашем году... В Либерецком, да. Да, прошёл замечательный конкурс бабушки. Огромная благодарность нашему главе Владимиру Михайловичу Волкову, то, что у нас... Мы же планировали, что будет одна супербабушка, а благодаря ему, да, то есть его поддержке, да, у нас было объявлено аж три номинации. Три. Не просто номинации, а это были с денежными такими призами ощутимые. То есть есть за что бороться. Конечно, конечно. Но суть в том, что ещё после «Вкусия», после конкурса, да, все участницы, все участницы, они подбегают и благодарят, потому что раскрываются. Закрываются. Женщина обретает второе дыхание. Дыхание. Даже вот когда нужно что-то, опять же, по линии женщин провести, или даже по депутатству. Я иногда... Вот у нас есть там чат, это «Супербабушка-2023». Вот. И я им пишу, задаю вопросы, они включаются. Если что, нужна какая-то помощь, совет. То есть они всегда, всегда нас, ну, как бы, всегда готовы прийти на помощь, всегда готовы поучаствовать. И прям это приятно, потому что, значит, конкурс прошёл правильно. И вот сама подход конкурса, ну, мы же говорим сегодня, да, молодёжь там любит всякие различные, даже настольные игры сегодня популярны, да, или участвует в каких-то там разных спецпроектах. То есть такой игровой подход, да. То сегодня мы понимаем, что вот именно конкурс, он помогает, да, это же и бабушка, и вся её семья, и внуки. Может быть, у кого-то ещё и правнуки есть. Это коллеги по работе, это соседи. То есть это идёт такое полное объединение. И вот уж как не год семи-то такое, да, устраивает. Но помимо этого я знаю, что вы активно занимаетесь и другими направлениями. Мамы, они же разные бывают. Конечно. Мы... То есть Союз Женщин России, то есть наше, как говорится, поле деятельности, мы работаем со всеми женщинами. Это могут быть и мамы-одиночки, и мамы с особенными детками, и многодетные мамы. И вот единственное, что в этом году вот Московская область проводит конкурс «Имя её мама». И наши не вошли в финал, конечно. Я расстроилась. У нас были замечательные четыре... Конкуренция серьёзная была. Очень-очень серьёзная конкуренция. И я сама, я сначала внутри даже как-то обиделась. Я думаю, как это у нас такие... От Люберец как это? Да, да. То есть Люберцы не вошли в финал. Но когда я была на совещании, они говорят, «Илия Анатольевна, это было так...» Вот как у олимпийцев, да, когда идёт вот лучший из лучших... Суровый отбор. Да, там и доли-доли, вот там мили-мили, секунда, да, то есть тебя там... Отделяют от победителя. Да, так и сейчас. И, соответственно, конечно, вот в этом году у нас будут, и помимо супер-бабушки, мы будем проводить несколько проектов, которые будут объединяющие для многодетных мам, то есть мы с ними будем общаться и с особенными, вот, и мы себе наметили план по Союзу женщин, у нас будет несколько... Такой проект мы его очень любим, «Люби свой край, зная свой край» — это экскурсии, вот. И так как Союз женщин России в Московской области, у нас наш председатель Московско-областного отделения Екатерина Юрина Богдасарова, сейчас она способствует, чтобы мы между собой более тесно общались, и у нас «Люберецкое отделение», мы уже проекты проводим совместные, то есть мы подружились и с Раменскими отделениями, с Орехового злой. Ну, это, наверное, удобно, потому что, да, если конкурсы, квесты или какие-то встречи, вплоть до концертных просто программ, это очень удобно, и обогащение идёт, то есть... Конечно. И что мне, как мне тоже кажется важно, что Московская область, она же огромная. Конечно. Вот, и когда ты в «Люберцах» живёшь, есть люди, которые в «Люберцах» спят, в Москве работают, и не в курсе, что есть там рядом, да, ещё какие-то те же зоны отдыха, мы знаем, что в «Люберцах» очень много этому внимания уделяется, а тут это помогает вам развивать это целое направление. И вот такой вопрос провокационный. Как вы считаете, сегодня вот в нашем регионе, в Московской области улучшилось отношение к вот этим женским направлениям, к женской составляющей, к женской социальной направленности? Ну, я вам хочу сказать, что даже очень улучшилось, потому что в том году у нас... Господи, у меня... 23-й год. Да, в 3-м году. Ещё не привыкли к 24-му, да. Да, да. В том году, то есть, более активно именно на женские организации, потому что они видят, что женщина – это локомотив. Да. Все стали обращать больше внимания. Да, потому что какую задачу не поставь, женщина – это она сделает, она даже помощи не попросит, потому что, говорю, мы всегда говорим, что мы в союзе женщин – сила, потому что куда бы мы ни обратились, везде... Реагируют. Да, то есть в любой организации есть женщины, поэтому как бы... То есть это одновременно и ответственность, потому что надо выполнить, да, потому что попросить-то можно, и помочь-то могут, но надо, так сказать, ставить реальные задачи и их выполнять. Вернёмся ещё к вопросу образования, воспитания, тем более мы... Год у нас был педагогой и наставника, сейчас у нас год семьи, но, кстати, президент тоже ещё и тему наставничества продолжает продвигать. То есть насколько сегодня важна... Это же опять же депутатская. Учитель в школе, преподаватель в УЗИ или, например, наставник на предприятии, наставник в медицинском учреждении. Вот эти вопросы у вас рассматриваются? Ну, смотрите, я считаю, что вот эта тема наставничества, наоборот, её надо больше популяризировать, потому что даже, ну, то есть учитель, я всё-таки считаю, что это профессия, которая, ну, как учитель, медицинский работник, работник правоохранительной сферы, то есть это те, как говорится... Важные три кита. Да, три кита, да, которые государство должно именно в первую очередь, они должны быть более, ну, как высокооплачиваемые. То есть чтобы люди шли туда, чтобы они хорошо преподавали, хорошо выполняли свою работу, понимая, что, ну, то есть чтобы не было вот такого, я помню, вы правильно сейчас этот вопрос поднимаете, когда, ну, если ты уже никуда не можешь идти, идти в педагогический вуз. Да, а тут именно надо, чтобы шли именно самые лучшие из лучших, и когда лучшие из лучших становятся твоим наставником, получается, что это такой, ну, какой результат... Ну, на все стороны, видно. Вот тут ещё такой момент, наверняка вы сталкивались с детские садики, школы, куда-то кто-то переезжает, кого-то не принимает, наверное, тоже приходят с такими вопросами? Нет, приходят вопросы, но я вот, у нас в городском округе, я считаю, слава богу, я уже, извините, у нас вот с Викторией Юрьевной, потому что, когда есть какие-то вопросы, это решается, а 2023 год у нас был такой по темпам, да, по темпам, заместитель, да, заместитель главы, просто я, к чему, была построена шикарная школа, да, это несколько садов, больше пяти садов, и я вот, мы когда курировали, как депутат, смотрели, контролировались, да, контролировали, потому что по сроку, то есть, когда приезжаешь на площадку, ты смотришь, и ты как-то думаешь, ну, не успеют они, нет, как-то вряд ли, да, не успеют, а какими темпами сейчас все это возводится, строится, и какого качества, то есть, и думаешь, ну вот, да, вот. Ну, поэтому не зря год семье объявили, да, я думаю, что на этот год у нас запланировано тоже большое количество открытий школ и садиков, и как бы вопрос, вот если 2023 год, я как депутат, там просто такой, ну, мне было даже страшно, да, когда приходит, у нас, ну, жилье вводится, сады еще задержка, школа задержка, и как вот по шестому избирательному округу вот это вот устраивает, ну, как вот, чтобы помочь всем, ну, вот Виктория Юрьевна, она молодец, то есть, как бы, вопросы решались, и если вот поселок Мирный, там было просто, это было какая-то прям, я не знаю, детские сады, детские сады, да, вот только детские сады, детские сады, и когда вот в 2023-м открылся садик «Звездочка», да, и уже, да, то есть уже как-то вот одной проблемой это стало меньше. Ну, вот так вот и работают наши депутаты. Да, и это, конечно, а сейчас были очень большие волнения, то, что вот у нас один из корпусов 18-й гимназии, бывшая 17-я школа, когда ее закрыли, то есть это паника, детей перевели в другой корпус, это через линию, неудобно, а сейчас я смотрю, какими темпами идет ремонт, да, капитальный ремонт. Что скоро все наладится. Да, что и еще одной проблемой решится, то есть... Ну, вот такая она жесть, проблемы, они никуда не деваются, их нужно решать, так решает Союз депутатов городского округа Люберцы, депутатом которого является Елена Анатольевна Верховых, и также председателем Люберецкого отделения Совета Женщин России, но все-таки 23 февраля, давайте завершать программу. Какое будет у вас обращение по связи с этим праздником? Ну, я хотела бы поздравить всех наших защитников Отечества с наступающим праздником, и на самом деле пожелать самое главное им здоровья, здоровья, и еще раз здоровья, и очень хочется, чтобы вот мирного неба, и чтобы все, кто сейчас выполняет свой долг перед Родиной, чтобы они скорее бы закончили, завершили свои поставленные задачи и вернулись к семьям. Вот, всех с праздником. Спасибо большое. Елена Верховых, это была программа «Открытый диалог», с вами был Николай Пимненко, всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова